Александр Олешко – популярный телеведущий. Глядя на него, зритель думает, что мужчине неведомо плохое настроение и проблемы. А позитивом и добротой он готов щедро делиться с окружающими. Нельзя сказать, что имя артиста Олешко постоянно встречается в титрах известных картин. Скорее, его там нет вообще, потому что он больше театральный актёр и телеведущий. Но те редкие фильмы, которые выходят с его участием, несут доброту и свет. Он старается сделать своих героев лучше, чище, и это ему в полной мере удается. Многих интересует, как живет Александр Олешко, что происходит в его личной жизни, есть ли у звезды жена и дети. Об этом и многом другом мы решили рассказать вам. Родился Александр Олешко 23 июля 1976 года в столице Молдавии, Кишиневе. Мама Людмила занимала должность техникой энергетического предприятия. Отца звали Владимир Федорович, он ушел из семьи, когда Саша был совсем малышом. Мальчика воспитывал отчим Александр Федорович, работавший оператором АЗС. Так как родители были постоянно заняты на работе, Саша много времени проводил с бабушкой. Она часто водила внука в церковь, учила молитвам и мечтала, что когда-то из него получится священник. Но мальчик упорно твердил, что хочет стать артистом. В раннем детстве он любил выступать перед публикой, вместо микрофона со шнуром используя скакалку. Он любил участвовать в разных утренниках в детском саду, играл с самых разных персонажей. Пытался даже гримироваться, на что извел всю бабушкину косметику. В первом классе ему на глаза попалась фотография Красной площади, и он на полном серьезе заявил, что обязательно переедет в Москву и будет там жить. После восьмого класса парень заявил, что едет в Москву поступать в эстрадно-цирковое училище. Несколько последних школьных лет он активно готовился к этому. Родители пробовали отговориться и на от этого шага, тем более, что он был еще совсем юнцом, но Саша пригрозил, что сбежит, если они попробуют запретить. Первым смирился отец, и чтобы организовать его поездку и обучение, продал гараж, отдав деньги сыну. Маме не осталось ничего, как дать разрешение на отъезд. Талант парня разглядели сразу, и в том же году он поступил на учебу. Сбылась его детская мечта, поэтому в этом учебном заведении Александр учился не так, как в школе, а с большим удовольствием. Через год после окончания училища Саша решил получить еще и театральное образование и легко поступил в знаменитую щуку. Дело в том, что еще в цирковом училище его стали приглашать на небольшие роли в кино. Олежка не отказывался, а желая зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, смог попасть и на телевидение. Уже тогда стал выступать в роли ведущего детских и молодежных программ. В карьере артиста наметился положительный сдвиг, когда его позвали на съемки сериала «Папины дочки», который и стал самой заметной его работой в кинематографе. Александр до сих пор помнит непередаваемую атмосферу на площадке и говорит, что актеры продолжают дружить и часто встречаются и сейчас. В 90-х годах в Щукинском театральном институте Александр учился вместе с Ольгой Беловой. Олежка – бедный студент из Молдавии, Белова – москвичка. Несмотря на разницу в возрасте, Ольга на 6 лет старше Александра, между ними завязались отношения. В 1998-м влюбленные решили сходить в ЗАГС и расписаться. После женитьбы они стали жить на съемной квартире. Работали молодые в разных театрах. Олежка в театре сатиры, а жена Ольга в Эрмитаже. За время совместного проживания супруги почти не ссорились. Но совершенно внезапно любовь растаяла, как утренний туман. И пара опять сходила в ЗАГС, чтобы оформить развод. Расстались супруги мирно. Во всяком случае, в этом всех уверяет сам Олежка. В многочисленных интервью актер всегда говорит, что развелся с Ольгой, потому что прошла любовь, исчезло чувство полета. Правда, одно время ходили слухи, что причиной расставания была измена. Причем не мужа, а жены. Ольга якобы изменила своему юному супругу с кем-то влиятельным из администрации театра имени Калягина. Актер с бывшей женой поддерживает теплые дружеские отношения. На вопросы журналистов отвечать, что разошлись они по обоюдному согласию. Процесс развода прошел мирно. Однако нашлись те, кто предположил, что супругов объединяла как раз дружба. А свадьба фиктивная. Брак с москвичкой понадобился Олежка, чтобы получить столичную прописку. После развода с женой Александр решил с головой уйти в работу. В начале 2000-х актера несколько раз видели с Нонной Гришаевой. Олежка дружит с этой актрисой аж с 90-х годов. Вместе с Нонной он ведет концерты еще с тех времен, когда с артистами расплачивались продуктами – сметаной и колбасой. О женитьбе на Нонне актер никогда не задумывался. Он всегда считал ее другом. В настоящий момент популярный актер не женат. С кем из женщин Олежка проводит дни и ночи, никто не знает. В этом плане на информационном поле затишье. В последний раз СМИ писали о его любовном романе пять лет назад. Тогда киноактер встречался с молодой художницей Викой Минеевой. Возлюбленная кинозвезды в прошлом училась в британской школе дизайна, окончила МГУ, получила диплом оператора компьютерной графики. Киноактер никогда не скрывал от общественности свою возлюбленную. Вместе с Викой часто бывал на торжественных мероприятиях и актерских тусовках. Роман с художницей длился несколько лет. Александр хотел жениться на Виктории и иметь с ней детей. Однако ничего из-за этого не получилось. Художница так и не стала женой популярного российского киноактера. В 2018 году многие российские интернет-издания писали о внезапном появлении у популярного актера внебрачной дочери. Оказывается, в Саратове, куда артист приехал на гастроли, к нему на сцену вышла незнакомая женщина с маленькой девочкой и сказала, что Олежка – отец ее ребенка. Александр сразу же ответил, что это неправда. Артист решил, что таким образом незнакомая женщина хочет привлечь к себе внимание общественности и попасть на телевидение. Возможно, это дама-аферистка, мечтающая поучаствовать в ток-шоу и стать звездой. Постоянно вокруг личной жизни артиста витает много слухов, порой самых нелепых. Известно, что ни семьи, ни детей у него нет. Это породило вопрос об ориентации Александра. И на телевидении мужчина якобы попал благодаря некоему «голубому лобби». С другой стороны, считалось, что слухи о симпатии к представителям своего же пола – это пиар, который к тому же выгоден и самому актеру. Поскольку имя Олежка постоянно на слуху и в заголовках газет. В интервью Олежка признался, что по-прежнему один. Правда, в женщин он влюбляется чуть ли не ежеминутно. Ему нравятся все красавицы, которые попадаются на глаза. Иногда Александр видит любимую женщину во сне, но на его не может с ней встретиться. Олежка мечтает о настоящей любви до гроба. Его любимая должна быть актрисой и работать с ним в одном театре. Александр уверен, что муж и жена должны жить общими интересами. Иногда ссориться, но обязательно мириться. У актера есть все для счастья – дом, квартира, машина, любимая работа, деньги. Вот только женщины, любимой у кинозвезды, нет. Разумеется, Александр мечтает о семье. Он считает, что дети должны родиться только от большой любви, а не от случайного секса. Возможно, в ближайшем будущем Олежка женится. Потом поживет женой несколько лет, убедиться в искренности чувств. Если отношения будут идеальными, то актер задумается и о детях. Олежка хочет иметь большую и шумную семью – двух сыновей и одну или две дочки. 23 июля народному любимцу исполнилось 46 лет. Олежка всецело посвящает себя выбранной профессии. Творит на сцене театра, перевоплощается в кино и радует зрителей искрометными шутками на телевизионных проектах. Если на работе шоумена сопровождают интересные встречи, знакомства и беседы, то, находясь дома, он наслаждается спокойствием. Александр совсем не переживает по этому поводу. К тому же, любовь окружения очень много значит для него. «Я не представляю, какой будет моя старость. Но если у меня не будет наследника, у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», – уверенно заявляет артист. В 2012 году артист приобрел собственность в Первопрестольном районе. Квартира небольшая, а еще она претерпела серьезный ремонт. Произошла кардинальная перепланировка, включая изменения уровня пола, перемещения и снос стен. В результате получилась светлая гостиная, причем с элементами мужского характера за счет кирпичной кладки. Помещение имеет всего ничего 20 квадратных метров. Но даже такая площадь поделена на две полноценные зоны – большую гардеробную и, так называемую, мягкую зону. Гардеробная представляет собой шкафы от пола до потолка, включая вместительные антресоли. Здесь же небольшой диванчик для удобного переодевания. Кухня в квартире подчиняется под стиль минимализма. У одной стены расположился кухонный гарнитур, а другая отведена под хранение бытовой техники. Несмотря на свою миниатюрность, здесь есть все необходимое для полноценного времяпрепровождения на кухне. И духовой шкаф, и варочная поверхность быстрого нагревания, и мойка с высоким смесителем для большего удобства пользования. Столовая зона представлена обеденным столом, выполненным из натурального дуба. Стена с окнами обклеена клинкерной плиткой под кирпич. Окна занавешаны кремовым текстилем, придающим помещению приятный теплый оттенок. В целом интерьер кухни выполнен в молочной цветовой гамме. Друзья, давайте пожелаем любимому артисту блистать на сцене и в жизни. Пожелаем потрясающих идей, великолепного настроения и идеального здоровья. Пожелаем почтения публике и большого счастья в личной жизни.